Всем привет! Меня зовут Марина, я основатель бренда женской одежды Марина Беллер. Сегодня мы будем говорить о том, с чего начать свой бизнес, как создать свой бренд одежды с нуля, с чего начать. Как бы нам не хотелось сразу перейти к самому интересному творческому этапу создания своей коллекции, но первоначально нужно учесть все-таки несколько моментов. Для начала нужно продумать свою идею и даже если потребуется, можно ее даже записать. И ответить на такие вопросы. Что мы будем создавать? Первое. Кому мы будем создавать? Для кого мы будем создавать? То есть определить свою целевую аудиторию. Третье. В какой ценовой категории будет наш продукт? В какой сегмент рынка мы будем входить? Чаще всего бывает, что отшиваются вещи и потом сидим и думаем, сколько сделать наценку и за сколько мы будем продавать. Лучше сразу определить для себя, как вы хотите. То есть, может быть, у вас будет такая тактика, что вы будете делать минимальную наценку и за счет быстрой раскупаемости вещей вы будете чаще обновлять свой ассортимент. А может быть, у вас будут какие-то штучные, уникальные вещи и, соответственно, цена у них будет высокая. Это вам решать. И, конечно же, очень важно определить бюджет, с которым вы стартуете, с которым вы начинаете. От этого будет зависеть, сколько у нас моделей будет в первоначальной коллекции и с каких тканей, то есть в какую цену будет все это стоить. Следующее. Нужно для начала определить хотя бы один канал продаж, то есть как мы будем реализовывать свой продукт. Может быть, вы сразу продумаете, как вы будете сдавать куда-то на реализацию на офлайн-точке. Или же вы для себя определите для начала какой-то один канал продаж, например, в инстаграме и будете развивать его. Или сайт свой сделаете. И после этого мы уже переходим к самой интересной творческой части, к творческому этапу создания своей коллекции. Первоначально нам нужно свои модели на бумагу реализовать, то есть сделать эскиз. И тут возникает вопрос. Что делать, если я не умею рисовать? Есть несколько вариантов. Первое. Это найти того, кто умеет рисовать и с ним совместно уже сделать эскизы. То есть вы объясняете, что вам нужно, и человек, который умеет рисовать, он это вам все воплощает в жизнь на бумагу. Следующий вариант. Есть в интернете вот такие фэшн-фигуры, точнее это образцы. Вот такие образцы. Их очень много. Вы посмотрите и выберите для себя, какой вам подходит больше. Я в основном пользуюсь вот такие. Мне очень нравится эта дамочка. Она очень удобная, ее одевать. И потом получается примерно такое. Это мы первые, ну не первые, это начальные разработки, рабочие такие моменты еще только-только. Здесь мы ее так одеваем, набрасываем модель, которую нам нужно. И где-то здесь мы можем описать какие-то детали. Детали кроя, длину изделия, длину рукава. Ну и все, что вам еще нужно. И то, что вы считаете важным прописать. Если вы вообще рисовать не умеете и даже это вам сделать сложно, есть такой вариант. Вы ищите в интернете фотографии тех моделей, которые похожи на то, что вы хотите сделать. В какой-то модели рукава, такие, какие вам нужны. В какой-то модели воротник, который вам нужен. В какой-то модели крой. Ну и вот так вот поэтапно вы собираете фотографии и с этим идете к конструктору. И уже объясняете, что вы хотите. Отошли до следующего этапа. Конструктор. Конструктор это тот, кто создает нам лекало, строит лекало и делает выкройку. Есть конструкторские бюро, которые занимаются непосредственно этим. Есть конструкторы-фрилансеры. Их можно найти на Авито, например. То есть по объявлению. И есть практически на любом швейном производстве, есть тоже конструктор. Может быть вы сразу обратитесь на швейное производство, чтобы вам сразу и сконструировали, и отшили. Может быть так удобнее будет. И следующее это швея, конечно. Нужно найти свою швею. Я в основном отшиваю швей, которые шьют на дому, на домнице. Мне это удобно, потому что я отшиваю небольшими партиями 3-5 изделий одной модели. А на швейном производстве отшивают уже чуть-чуть более крупными партиями. Я забыла сказать, обязательно нужно, когда вы построили лекало, нужно отшить пробный образец. Вы смотрите, получилась ли та модель, которую вы задумывали. Если что-то не так, корректируйте сразу. Не пускайте в производство, потому что потом вы можете испортить целую партию. Может быть крой немножко не тот, может быть посадка не та. То есть смотрите сразу все нюансы, все детали и исправляйте сразу. И когда вы уже получили визуально ту модель, которую вы хотели, вы сказали, вау, это классно. И только тогда уже спускайте в производство. Всех новичков волнует вопрос, где покупать ткани и фурнитуру. Есть крупнооптовые базы, крупнооптовые магазины. Цены там низкие, но там минимальная покупка существует. Например, от рулона. В рулоне 25-30 метров, то и больше. То есть на начальном этапе нам это не всегда подходит. Есть, конечно, мелкооптовые базы и мелкооптовые магазины, которыми я в основном пользуюсь. И есть розница, но розница, конечно же, будет дороже. Я вам сейчас расскажу, как делаю я. Может быть вам эта идея понравится, и вы возьмете себя на вооружение, сделаете так же. У меня есть большая тетрадь, ну примерно такая тетрадь, в которой я записываю магазины, которые я нашла. Какие-то, ну например, ткани.ру берем. И напротив, когда у меня есть время, я мониторю эти магазины. Смотрю все разделы и отмечаю, что мне понравилось в этом магазине. Например, в одном магазине очень большой выбор пальтовых тканей. Я для себя так и отмечаю пальтовые ткани. В другом магазине большой выбор кружева, и причем по цене ниже, чем в каких-то других магазинах. Я также для себя отмечаю. А в каком-то магазине может быть небольшой выбор самих тканей, одежных тканей, но большой выбор подкладочных тканей. Так для себя отмечаю. Подкладка. Для чего это нужно? И чем это удобно потом? Потому что, когда вы уже что-то конкретное шьете, и вам, например, нужна какая-то подкладка, подкладочная ткань какого-то редкого цвета, и вы не можете нигде это найти, но вы знаете, что вот в этом магазине большой ассортимент именно подкладочных тканей. Вы для себя это заранее отметили, и вам не придется потом тратить время бегать по сайтам, искать, вы сразу знаете, куда уже, на какой сайт идти. Я для себя отмечаю даже до таких деталей, как фурнитура пуговицы, даже пишу, например, там пуговицы красные. На этом сайте большой выбор больших разных размеров. И вот так для себя, как вам удобно, мониторьте, и отмечайте, что вам нужно. И в дальнейшем вам это очень пригодится. Конечно, постоянно, когда я нахожу какие-то новые сайты, я добавляю туда и также мониторю. Новичков также волнует вопрос, когда оформлять ИП, когда регистрировать свою торговую марку, и нужно ли ее регистрировать. И много других вопросов, которые мы будем рассматривать в следующих видео. Так что подписывайтесь на мой канал, не пропускайте мои видео, а я вам желаю удачи в ваших начинаниях. Пока!